Здравствуйте, дорогие зрители Первого образовательного канала. Я рада вас приветствовать на курсе, который будет посвящен управленческим навыкам. Это базовый курс, который направлен в первую очередь для молодых управленцев с опытом работы не больше полутора лет. Для опытных же сотрудников данный курс поможет структурировать ту информацию, которая была накоплена путем опытным. Мы с вами поговорим о стилях управления, о том, как можно определить уровень квалификации персонала, о том, как ставить задачи контролировать, мотивировать своих сотрудников, о том, как развивать свой персонал и о том, в первую очередь, как принимать грамотные управленческие решения. И цель основная данного курса – это наличие так называемого информации для принятия аргументированных решений именно управленцем. Меня зовут Елена Жданова, я бизнес-тренер и уже с 2000 года занимаюсь подобного рода тренингами, работала как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Имею свой практический управленческий опыт, поэтому в данном курсе вы получите информацию только ту, которая необходима для принятия управленческих решений. Перейдем к первой теме. Первая тема у нас называется «Уровни квалификации персонала». Во многих компаниях уровни квалификации персонала разделяются на пять основных уровней. Это уровень дилетанта, уровень исполнителя, специалиста, профессионала и мастера. Чем же они отличаются между собой и в чем их основные характеристики? В дальнейшем я вам расскажу, как эту тематику можно применять с точки зрения практики. Кто же такой у нас дилетант? Дилетант – это сотрудник, который не имеет практического опыта. И пришел к вам для того, чтобы устроиться на работу. Дилетант имеет определенную характеристику. Если представить себе, что человек набор действий или алгоритм действий, который ему необходим, еще не знает, то дилетанта можно представить как человека, стоящего в очереди. И, естественно, в очереди стоят впереди него какие-то люди, которых он не знает, как они выглядят с лица, и даже не представляет, куда движется эта очередь. Хотела отметить, что с точки зрения уровня квалификации сотрудники делятся на так называемые творческие профессии и профессии механические. Творческие и полутворческие профессии – это профессии, которые предполагают, что человек имеет набор в потенциале своих задач как набора алгоритмов, так и задачи, которые не подлежат так называемому алгоритму. Это все профессии связаны с продажами, с переговорами. Также управленческие задачи являются задачами творческими. Механические профессии предполагают, что в наборе деятельности человека есть определенный набор последовательных действий или, как их называют, алгоритмов. Так вот, мы с вами будем говорить о полутворческих и, соответственно, творческих в большей степени профессиях. Дилетант – это человек, который неизвестно с каким показателем выполнит поставленную перед ним задачу. Первый критерий, по которому оценивается уровень квалификации – это исполнение задач в рамках должности. Дилетант выполняет задачу либо хорошо, либо не очень, либо ее может вообще не выполнить, так как не имеет так называемого необходимого опыта для исполнения. Если мы говорим о дилетантах, то дилетантами чаще всего являются люди, которые либо недавно сменили кардинально профессию, либо недавно пришли из учебных каких-либо заведений. Даже сам руководитель этого дилетанта не может точно гарантировать, с какой последовательностью или как часто будет выполнена задача с необходимым для достижения результата качеством. Уровень дилетантизма длится от 6 до 18 месяцев. С точки зрения компании могу сказать так, что если мы говорим об опыте, то дилетанты – это люди, которые, по сути, поедают деньги компании. Так как они занимают некую площадь, они работают, например, если это переговорщики или менеджеры по продажам, занимая телефон, компьютер, часть территории офиса. И самое страшное, что для компании они еще не приносят никакого показателя. И гарантированный этот результат будет только спустя 6 или 18 месяцев, в зависимости от сложности задачи. Если мы говорим о дилетантах, то самое необычное, помимо того, что это инвестиционный проект для компаний, то есть мы в него вкладываем деньги, в среднем через год, ну это как средняя температура по больнице, возникает так называемый кризис дилетанта. Момент этого кризиса достаточно сложен для многих, так как возникает внутреннее ощущение или, как это называется, самомнение, что человек уже знает и умеет выполнять поставленные перед ним задачи. Однако, если смотреть с точки зрения опытности других сотрудников, то те задачи, которые выполняет дилетант, это только навык, который он приобрел с точки зрения, например, правильно держаться на ножках, хотя другие уже могут с помощью ног делать какие-то па. Этот кризис достаточно сложен, и во многих компаниях этот кризис переживается достаточно сложно, так как есть некая статистика, что если мы, например, наберем менеджеров по продажам, имеющих минимальный или очень маленький, или отсутствие этого опыта, соответственно, в среднем через год у него возникает кризис, который приводит к тому, что человеку либо хочется повышения по заработной плате, либо, соответственно, он хочет повышения по должности. Но мы так как руководители понимаем, что повышение по должности в данный момент невозможно, так как пока он только поедал деньги компании. То есть компания в него вкладывала с точки зрения развития, с точки зрения его местонахождения, обеспечения его бухгалтерией, какими-то сопутствующими отделами. И, соответственно, самое дорогое, что вкладывается в дилетанта, это время всех сотрудников и, в частности, руководителя, который тратит его для того, чтобы обучить этого молодого сотрудника. Кризис во многих компаниях принято проходить различными способами. Ну, самый, наверное, известный способ прохождения этого кризиса – это так называемая система наставничества, которая включается и в большей степени, наверное, это прерогатив иностранных компаний, где наставником становится человек, достигший опыта работы в среднем год. И если этого человека назначают наставником, то таким образом компания говорит о заинтересованности в данном сотруднике. Поэтому наставничество, если в России наставничество – это чаще всего дополнительная обязанность, которая напрягает, тяготит и отрывает нашего сотрудника от работы, то за границей – это некое поощрение и информация сотруднику о том, что в нем заинтересованы для дальнейшего его же роста. Также, с точки зрения прохождения этого кризиса, так как он достаточно сложный, и многие сотрудники по статистике уходят как раз в этот период в поиски лучшей жизни, не понимая, что они только достигли уровня исполнителя и только могут производить действия на уровне какого-то алгоритма, который принят именно в этой компании. Есть еще один способ, который достаточно часто я применяю на практике. Это способ, когда вы своим сотрудникам объясняете, что у каждого из сотрудников, которые имеют недостаточный опыт, происходит такой момент, как так называемый кризис. И в этот кризис, соответственно, возникает завышенное самомнение о том, что я все уже знаю и все умнее, и, соответственно, хочется выдвигать какие-то требования руководству. После того, как проходит этот этап, кстати, по поводу кризиса, хотела вам привести, наверное, самый простой пример. Если вы посмотрите на сайт ГИБДД, там есть очень интересная статистика. Статистика связана с тем, что после первого года вождения автомобиля происходит самое большое количество мелких аварий. Именно по той причине, что у человека возникает ощущение, что он уже умеет это делать. И делает это качественно, по его естественному мнению. После прохождения этого кризиса, в зависимости от того, как он был пройден, наш сотрудник может перейти на следующий уровень, уровень исполнителя. Уровень исполнителя, он характерен тем, что как раз с точки зрения исполнения задач в рамках должности, он это делает достаточно качественно и с гарантированным показателем по итогу. То есть исполнитель – это тот, который делает задачу от забора до заката и делает ее постоянно с определенным качеством. Уровень исполнителя очень выгоден для компании. Сотрудники этого уровня выполняют задачи, от них можно ожидать четкое определение того, что они выполнят. С точки зрения исполнителя, какие риски возникают здесь? Здесь возникают риски в среднем через 2,5 года у исполнителя. В рамках его должности возникают новые так называемые видения. То есть если я приводила пример и говорила о том, что дилетанты – это люди, которые стоят в очереди и не видят, как сотрудник соседний, впереди стоящий, выглядит с лица и куда движется очередь, то исполнитель – это тот, который четко понимает, что перед ним стоит Саша, перед Сашей – Даша, перед Дашей – Жене, и он четко знает, куда движется очередь. То есть с его точки зрения он, или с точки зрения, скорее, руководителя, он четко знает алгоритм, набор действий, который необходим для решения задачи. Так вот, через 2,5 года в среднем у исполнителя появляется новое видение. Если мы с вами смотрели про очереди, то это так называемое трехмерное видение, видение как бы сверху. То есть наш исполнитель начинает видеть очереди, то есть эти бизнес-процессы, как бы сверху в виде, где можно оптимизировать или где можно улучшить качество, для того, чтобы быстрее дойти до конца. И это видение характерно тем, что наш сотрудник на этом уровне начинает нам давать огромное количество идей. То есть у него происходит вот эта генерация идей, потому что появляются элементы видения очередей как бы сверху. То есть очереди – это у нас бизнес-процессы. Соответственно, с точки зрения, опять же, управленца, могу сказать так, что в этот момент сотрудника самое главное – выслушать. Выслушать и предложить ему описать эти идеи более подробно и переслать вам их по электронной почте или каким-то образом занести на бумажном носителе. Дело в том, что самый большой момент демотивационный, так называемый, возникает тогда, когда человек приходит с идеей, а эту идею, естественно, отвергают из-за отсутствия средств или из-за отсутствия грамотности самой идеи. Но этого делать не надо, потому что мы знаем, что в данный момент у него есть некое видение, которое позволяет ему видеть, как можно оптимизировать его же деятельность. И эти генерирующие идеи, которые он производит, соответственно, собирайте. Это вам, в свою очередь, тоже поможет оптимизировать, возможно, те процессы, которыми занимаетесь вы непосредственно. Если вы берете сотрудника себе на работу и хотите, чтобы уровень сотрудника был исполнительский, то я вам рекомендую брать сотрудников с опытом работы от двух лет. То есть это как раз те сотрудники будут, которые уже, скорее всего, прошли некий кризис. А что значит кризисный сотрудник? То есть этот кризис дилетанта? Как он отражается непосредственно на деятельности внутри компании? Основная особенность заключается в том, что сотрудник, который приходит с опытом работы где-то в среднем год, из другой компании, которая, возможно, занималась тем же направлением, что и вы, но он пришел в момент кризиса, его сложность заключается в том, что так как у него нет никаких других примеров, как делается, осуществляется какой-то рабочий процесс, он начинает всех учить тому, чему, соответственно, его научили в предыдущей компании. Из-за этого очень часто возникают так называемые конфликты внутри компании, внутри коллектива. Так как он учит, а многим это не нравится, потому что эти идеи еще не до конца сформированы. Плюс люди, которые приходят, так называемые кризисники. Кстати, есть такая статистика, что если человек за три года сменил три места работы, он является дилетантом вот в той области, где он пытается менять работу. Скорее всего, он находится в поиске лучшей жизни, и у него каждый год возникает ощущение, что он все знает, соответственно, и все умеет. Кризисников лучше не брать. Действительно, от них достаточно много проблем. С точки зрения исполнителей. Если вы хотите получить исполнителя, то вы должны знать, что он должен отработать в компании, подобной вашей, не меньше двух лет. Конечно, гарантированно это два с половиной года. И с точки зрения результата, который он вам даст, в среднем это два месяца. То есть мы можем требовать от сотрудника, который отработал в другой компании какой-то срок, который нам необходим, и он находится на этапе исполнительском, соответственно, мы требуем от него через два месяца уже какие-то реальные показатели в его работе. В среднем этот уровень от дилетанта до исполнителя длится три года. Если вы помните, во времена СССР была очень хорошая программа, которая называлась программа подготовки молодых специалистов. Суть программы заключалась... Многие ваши родители наверняка эту программу так или иначе прошли. Суть этой программы заключалась в том, что основной задачей этой программы было подготовить молодых специалистов. То есть на три года после окончания учебного заведения вас отправляли в село, в поселок, где вы, не очень корректно, но все-таки вы репетировали на кроликах. И через три года по возвращению в город вы могли претендовать на какую-то позицию достаточно весомую. И эта программа как раз называлась программа подготовки молодых специалистов. Рассчитанная была она на три года. Кто же такой у нас специалист? Если исполнитель очень четко выполняет задачи в рамках своего алгоритма, в рамках той должности, которая находится, у специалиста появляется как раз новое вот это видение. В среднем через три года появляется вот это глобальное видение, так называемое видение с третьей точки, когда человек видит, как можно за счет сокращения движения между очередями или между бизнес-процессами быстрее достичь какого-либо показателя. Соответственно, это называется оптимизация задач в рамках должности. Ну, я назвала оптимизация бизнес-процессов. Специалист чем отличается от, например, исполнителя? Так как он видит, как можно быстрее достичь результата, он может быстрее добраться до результата, сократив при своей деятельности ресурсы, либо временные, либо денежные, ну, либо еще какие ресурсы, если с этим связана его должность. Через в среднем 5-7 лет, в зависимости от сложности задач, человек может стать так называемым профессионалом. Профессионал – это уровень квалификации, при котором человек может создавать совершенно новые бизнес-процессы, совершенно новые инструменты достижения того же результата, по которому он уже работал. То есть у него, помимо того, что есть у специалиста, возникает новая функция – создание новых процессов. Если взять пример, то, наверное, самый простой бытовой пример, чтобы было достаточно показательно, это пример стройки. Приходит прораб, имеющий уровень квалификации исполнительской. Задача рабочих десятерых – носить по одному ведру раствора на третий этаж жилого дома, где заливаются, например, полы. Делается стяжка. Соответственно, если приходит исполнитель, его основная задача, его основная функция, или то, что он умеет, исходя из уровня своей квалификации, как управленца в данной ситуации, он может активизировать людей и говорить, давайте быстрее, веселее понесем это бревно. То есть людей будет мотивировать быстрее носить. Если приходит в эту же ситуацию человек, имеющий уровень квалификации специалиста, соответственно, он уже смотрит, как можно оптимизировать процесс. Он придумывает, например, новую идею. Давайте возьмем коромысло. И на это коромысло как-нибудь привяжем четыре ведра. Да, конечно, скорость движения сотрудников сократится, однако эффективность повышается. Если мы говорим о том, как профессионалы мыслят в подобных ситуациях, профессионал говорит, вот все, что вы делали до этого, это, наверное, достаточно сложно и очень затратно. Давайте мы сделаем так. Мы возьмем какой-то насос и под давлением будем давать на третий этаж, соответственно, этот раствор. В итоге у нас высвободится большое количество рабочих, которые можно перенести или перевести их на работу, на какие-то другие работы. Профессионалы. Есть такое понятие, как центробежная сила. Профессионалы – это люди, которые дошли до своего уровня и точно знают, как необходимо выполнять задачи в рамках должности. Именно поэтому у них повышается так называемая конфликтность. Например, есть очень хороший опыт работы с профессионалами. Чаще всего в одной группе людей, которые работают на достижение одного результата, большое количество профессионалов не держат, так как каждый профессионал имеет некое свое видение, и это свое видение пытается навязать. Есть более высокий уровень квалификации. Через 9-12 лет сотрудник, который проработал в рамках определенных задач, может стать мастером. У мастера помимо всех остальных качеств, которые присущи другим уровням квалификации, появляется новое качество, которое называется умение обучать других сотрудников. То есть он умеет раскладывать алгоритмы на какие-то запчасти. Как раз эта проблема возникает у профессионалов. Профессионалы уже давно научились стоять на ножках. Они ножками уже делают какие-то различные па. Им очень сложно представить себе, как начать, как передать информацию сотруднику, не имеющему никакого опыта. То есть если он умеет делать какие-то па, ему очень сложно объяснить молодому сотруднику, как просто держаться на ножках, как нужно удерживать равновесие и так далее. Именно поэтому я хотела обратить внимание на что. Если у вас есть различного рода уровни квалификации сотрудника, вы должны понимать, что если вы формируете систему передачи опыта, главное, чтобы передача опыта не строилась через уровни. Дело в том, что на каждом уровне люди лучше всего понимают, как. Исполнитель, тот, который отработал в среднем год-полтора, хорошо воспринимает дилетанта, потому что он только что научился стоять на ногах, и, соответственно, у него как раз есть некое видение того, как разбить алгоритм на запчасти, объяснив молодому сотруднику, как необходимо выполнять задачи в рамках должности. У специалиста, так как у него появляется трехмерное видение и видение того, как оптимизировать бизнес-процессы, он этому очень хорошо может научить, соответственно, исполнителя, у которого достаточно пока ограниченное видение, исходя из того, что он в задачах находится не так долго. Профессионалы могут хорошо подтянуть специалистов, объясняя, что помимо тех алгоритмов и оптимизации имеющихся процессов, можно создавать совершенно новые неординарные процессы, которые позволят высвободить огромное количество ресурсов. То есть если вы формируете систему наставничества, то она должна строиться приблизительно таким образом. Если возникает разрыв какой-то в уровнях квалификации, то самая большая проблема – это недопонимание. Например, очень часто бывает так, что мы хотим, чтобы у нас появился еще один профессионал, так как нам нужен, например, хороший переговорщик. И мы нагружаем нашего профессионала, имеющего уже достаточно богатый опыт работы в этих задачах, чтобы он воспитал молодых дилетантов. Обычно вот этот момент заканчивается тем, что профессионал говорит, ну, вы мне дали какого-то глупого сотрудника, я ему объясняю, он ничего не понимает. Дело в том, что как раз профессионалу сложно разбить все на алгоритме, и происходит так называемое недопонимание между вот этими уровнями. Для управленцев еще важен срок восстановления в должности. То есть каждый управленец должен понимать, что если он берет сотрудника, и он хочет получить готового, например, специалиста, то, взяв такого сотрудника на работу, в среднем восстановление в должности, то есть это в большей степени прохождение тех же самых этапов, которые необходимы новому сотруднику, дабы понять тот алгоритм, который есть у вас в рамках его должности. Дело в том, что алгоритмы в каждой компании разные, поэтому так или иначе, какого бы уровня специалистов мы не взяли, нам необходимо некоторое время на его восстановление. Соответственно, если мы берем дилетанта, это и сотрудник без опыта работы, и сотрудник с опытом работы 6-18 месяцев в какой-то другой компании, которая занималась, например, тоже сферой бизнеса. Для его восстановления вам нужно в среднем тот же самый срок, то есть в среднем один год. Именно поэтому я обращаю внимание, что такого рода сотрудники не выгодны с точки зрения затрат сил. Конфликтность, знание только какого-то алгоритма, который уже он проходил, это некие сложности, которые возникают в рабочих моментах. Исполнителю, я еще раз повторюсь, необходимо 2 месяца в среднем, чтобы давать те показатели, которые вы от него ожидаете. Специалист этот срок 3-4 месяца. Ему нужно восстановиться и пройти предварительные этапы в вашей компании, чтобы достичь опять того же уровня, на который вы рассчитываете. Профессионал, у профессионалов этот срок достаточно длительный, и в среднем он доходит до 6 месяцев. Срок достаточно значимый с точки зрения временных затрат, однако ему тоже необходимо пройти все вот эти этапы. Именно поэтому очень часто сложно взять профессионала из другой организации, чтобы он сразу давал какой-то показатель. Есть еще и возрастные особенности, на которые тоже нужно обращать внимание. Наверняка вы видели объявление в газете, где написано, что нужен сотрудник возрастом до 35 лет, который будет заниматься какой-то деятельностью. Что это должно означать или что это значит? Это значит, что в рамках должностных обязанностей, которые будет выполнять сотрудник, есть какие-то задачи, которые могут меняться, формироваться какие-то новые задачи, которыми, предположим, данный сотрудник ранее не обладал. Именно поэтому у психологов есть такой возрастной критерий 35-42 года. Это возрастной ценз, когда у человека снижается уровень восприятия новой информации. То есть если представить это себе, это как стена, где очень много кирпичиков. И если вы хотите воткнуть в эту стену новый кирпичик, то он никак не войдет, так как, соответственно, уже все место заполнено. Но очень часто бывает так, что если человек до 35-42, это как тоже средняя температура по больнице, человек не выучил какой-то иностранный язык, ему достаточно будет сложно даваться другие языки. То есть он будет его изучать, он будет стараться достигать какого-то для себя значимого показателя, однако ему будет сложно расти по уровню квалификации, то есть по глубине понимания данной тематики. Именно поэтому вы видите в объявлениях возрастной ценз до 35. Это значит, задачи могут видоизменяться, это значит, могут появляться дополнительные новые задачи, которые еще были неизвестны данному сотруднику. Но если мы говорим о временах СССР, то там элементы логистики присутствовали, и был такой закон, внегласный или гласный, я, честно говоря, не сильно помню, но был закон, который говорил о том, что если человек хочет получить второе высшее образование, то есть получается кардинально поменять свои задачи, которые он решает в рамках должности, ему не разрешали учиться на очном отделении, так как это своеобразные затраты государства, ну, если смотреть с точки зрения затрат государства. Могли разрешить вечернее обучение, которое людям до 35 лет дается достаточно хорошо, после 35 лет вечернее обучение достаточно является, ну, не очень эффективным. Также люди, которые хотели поменять профессию после 35, могли поступить на заочное отделение. Однако есть статистические данные, что неэффективно менять свою профессию после 35 лет, и если вы, конечно, решились поменять кардинально профессию, желательно, чтобы это была профессия, которая частично, хотя бы на уровне ряда каких-то задач, которые вы выполняли, идентично предыдущей должности. А теперь мы перейдем к практической части. Вы сейчас вместе с учебной группой выполните упражнения для того, чтобы лучше понять, как данная информация работает на практике. Самый часто задаваемый вопрос, который связан с уровнем квалификации персонала, который задают обычно на тренингах, связан с тем, что достаточно сложно определить сотрудника по уровню квалификации, который приходит в вашу компанию и имеет на руках некое резюме. Дело в том, что очень часто в резюме можно написать, ну, что-то свое, да, или какую-то информацию исказить, изменить, поэтому для того, чтобы полноценно на входе определить сотрудника и уровень его квалификации, я, соответственно, вам сейчас поставлю задачу. Значит, сначала я озвучу задачу и попрошу вас определить, какой уровень квалификации с точки зрения, мы сейчас разбираем должность менеджера по продаже, какой уровень квалификации, как решит эту задачу с точки зрения результата. Для начала, чтобы приступить к самой задаче, я хочу напомнить, что менеджеры по продажам связаны в работе с двумя категориями клиентов. Первая категория клиентов – это так называемые буфера, которые в большей степени не принимают решения, но могут повлиять на результат продажи. Ну и, соответственно, есть боссы, которые принимают окончательное решение по вопросам и могут этот вопрос окончательно решить. Давайте так, изначально, как вы думаете, в чем плюсы и минусы работы с буфером? С человеком, не принимающим решения, но имеющим возможность повлиять на так называемое решение? Ну, минус то, что, наверное, он может всегда водить ее вокруг пальца. Да, есть такое. Еще? Ну, плюс, наверное, в том, что он всегда доступен, его легко найти, и с ним легко выйти на контакт. Он не такого высокого уровня, он достаточно часто контактный. Ну, как минимум, отвечает за те вопросы, которые необходимо решить в рамках должности, как мы говорим, менеджера по продажам, то есть продажи как таковой. Еще плюсы? Буфера? Да, вот вспомните, давайте так. Какие аргументы, если вы как-то взаимодействовали с буферами, какие аргументы на них работают в большей степени? Ну, в первую очередь, наверное, то, что выгодно лично ему. Он не мыслит в рамках всей организации. Вот если я скажу, что вам придется меньше затрачивать на такую-то функцию времени, или вам будет легче управлять этим. Вот лично для него какая-то выгода, которая не имеет отношения в общем о компании. Хорошо, соответственно, если мы говорим о том, что мы идем, как менеджер по продажам, к боссу, человеку, принимающему решение. Вот с точки зрения аргументов, какие там будут аргументы? Ну, в большей степени влиять на принятие решения? Наверное, как раз прямо противоположно, про компанию. Ну, то есть лично боссу никаких интересов нет, потому что это его компания, его детище, и он мыслит стратегически, ему нужно рассказывать, как это повлияет на компанию в целом. То есть это не улучшит какие-то микропроцессы, а это выведет вашу компанию в лидеры. Вы станете номер один в своей индустрии. Вы сделаете мировой прорыв, войдете в пятерку лидеров по ЕБДе. То есть, смотрите, если мы говорим о том, что мы работаем с боссом, босс, принимающий решения, в большей степени может стратегически планировать и мыслить, поэтому с ним проще завязаться на достаточно длительные проекты. С буфером это чаще всего работа по заявке. Ну да, короткосрочная. Соответственно, короткосрочная задача. Исходя из этого, я вам сейчас ставлю задачу, и мне нужно, чтобы вы для себя поняли, как эту задачу решит человек, если он имеет определенный уровень квалификации. Задача звучит таким образом. Вы общаетесь с буфером. Полгода. По вашему мнению, проект скоро уже будет ваш. И это подтверждается словами самого клиента. У вас появилась информация, что к этому же клиенту приезжали конкуренты по данному же проекту. Неважно, продукт это, услуга сейчас не имеет значения. Проект, который вы обсуждаете с буфером, мог начаться уже давно, но буфер постоянно говорит о тех факторах, которые тормозят процесс. Говорит о том, что главный в отпуске, на конференции, болеет, ну и, соответственно, ходит огромное количество отговорок по этому поводу. Вы склонны доверять буферу, потому что у вас сложились достаточно хорошие отношения. Но ваше предложение приехать с боссом к буферу было отвергнуто, так как это он считает неприемлемым, и предложил даже не прыгать через голову, чтобы в конечном итоге не убить проект. Соответственно, задача, которую мы даем менеджеру по продажам, в кратчайшие сроки взять себе проект с минимальными рисками и затратами. Давайте так, подумаем, как может решить эту задачу, если мы говорим о том, что к нам на собеседование пришел менеджер по продажам с уровнем работы по сроку где-то квалификации полгода. Скорее всего, какое решение он выдаст? Продолжать звонить. Продолжать звонить, настаивать на встрече, ждать, вытащить на какую-то нейтральную территорию, для того, чтобы все-таки из этого источника получить информацию. Так как я напоминаю, что у нас дилетанты видят очень ограниченно задачу и не могут совместить многие процессы, которые могут повлиять на решение в итоге. А если мы говорим о том, что эту же задачу решает исполнитель? Человек, который имеет опыт работы, ну, в среднем от года и больше. От года до трех. Что может исполнитель сказать в рамках решения данной задачи? Ну, он постарается, наверное, уже выяснить, что в компании. Постарается, может быть, человека вытащить на нейтральную территорию, пообщаться с ним, узнать, что и как. Найти другого буфера. То есть, смотрите, если мы говорим о дилетанте, он не видит других вариантов решения развития событий. Если мы говорим про исполнителя, то исполнитель – это как раз тот человек, который, в принципе, уже работал по такой схеме и уже эти процессы достаточно хорошо прошел. Однако в сложных ситуациях он просто не может, понятно, найти какие-то альтернативные варианты решения. Но в рамках этой задачи наверняка он может и предложить еще варианты, типа пройти, найти еще одного буфера, выяснить достоверность информации, так как наша компания, та, которая является нашим потенциальным клиентом – это некий черный ящик, где происходят какие-то свои процессы, где есть своя структура, есть своя политика. Соответственно, если мы говорим об исполнителе, скорее всего, он будет искать дополнительные источники информации, каким-то образом эту информацию через других буферов или через другие возможности выяснять, для того, чтобы принять следующее решение по следующему шагу. То есть что делать дальше для того, чтобы решить задачу, то бишь получить результат. А если перед нами на собеседовании сидит специалист, уровень квалификации его от трех лет, естественно, эти задачи он уже каким-то образом решал и не раз, соответственно, скорее всего, какие варианты развития событий увидит он? То есть как он может организовать процесс, дабы достичь результата? Ну, как вариант, это попросить кого-то из коллег, обратиться в компанию к тому же буферу, может быть, с другим вопросом, посмотреть на его реакцию, ведет ли он себя так же. То есть будут уже какие-то такие, знаете, фишечки, которые очень часто используют менеджеры, как вариант, действительно, он может предложить. То есть основной критерий уровня квалификации, если мы говорим, например, про менеджеров по продажам, заключается в том, что чем выше уровень квалификации, тем быстрее может быть достигнуто какое-то решение. То есть, соответственно, для того, чтобы сократить время на поиске информации, он может попросить действительно какого-то коллегу представиться там от другой компании, позвонить тому же буферу, выдать максимально выгодное какое-то предложение, и это предложение, соответственно, результатом этого интервью как раз, или там общения, да, встречи, переговоров, может как раз являться информация для нашего менеджера по продажам, который будет делать какой-то последующий набор действий. То есть, сейчас попробую попроще. Соответственно, он ищет варианты, как быстро, более кратчайшим путем достичь результата. Самый короткий путь, либо выйти на босса. В данной ситуации, если мы говорим о том, что есть такая возможность, но он видит риски. Риски заключаются в самом условии задачи, когда буфер говорит, что нельзя прыгать через голову, соответственно, это как-то может нарушить сам процесс продажи. Учитывая этот риск, он может найти действительно вариант, который будет менее рискованный, и предложит своему коллеге позвонить и выяснить, что говорит буфер коллеге, который представляется от другой компании, для того, чтобы сравнить информацию, на основании этой информации сделать последующий набор действий. Если мы говорим о профессионалах, напоминаю, что профессионалы – это уровень квалификации, у которых есть очень хорошая способность формировать вообще новые нестандартные пути решения задачи. При этом задачи достаточно любой в рамках, естественно, их должности, в которой они находятся. Вот если мы говорим о профессионалах, как может профессионал среагировать на такого рода задачу? Ну, в отличие от специалиста, он еще, наверное, прочитает риски, поэтому если у нас были риски того, что там было ограничение выхода на босса, он придумает более сложно сочиненную структуру, учитывающую, ну, например, своего босса попросят позвонить тому боссу, и чтобы они уже разговаривали, как мы ранее обсуждали, да, на своем языке по стратегии развития предприятия, о том... Смотрите, вот про правильные идеи. Дело в том, что если мы говорим о профессионалах, они даже проговаривают тот текст, который нужно, если мы говорим про ходовку, да, босс наш звонит боссу нашего потенциального клиента и выясняет вопрос, соответственно, даже будет текстовка. Что сказать? Но обычно профессионалы говорят, что я попрошу босса выяснить, на каком этапе находятся наши отношения, так как есть какие-то сложности, связанные с реализацией задачи по поводу того, что под вас мы держим там склад, под вас мы держим какое-то оборудование, есть какие-то ресурсы, которые мы ограничиваем и не продаем, дабы реализовать эту задачу с вами. И, соответственно, может даже задать вопрос, что делает на вашей территории так долго наш менеджер, который говорит, что проект скоро будет, но в реализации проект пока не присутствует. Дальше, вот как вы думаете, как может еще профессионал дальше рассматривать развитие событий, вот с точки зрения задачи? Здесь есть риски, что эта информация просочится к нашему буферу, и наш менеджер будет выглядеть стукачом. Ну, в данной ситуации, да, его же попросили. Вот, поэтому он должен еще просчитать этот риск и как-то проактивно поступить, позвонить, может быть, этому буферу и тоже выдать какую-нибудь легенду на тему того, что его руководитель может быть... Начинает контролировать, что... Смотрите, вот обычно профессионалы как раз к этому решению приходят. То есть они проговаривают так, что мой босс звонит боссу, я выясняю, какая там ситуация с точки зрения того, что известна информация о моем проекте или неизвестна, выясняю информацию о том, у нас в условии была задача, что босс там где-то в отпуске и так далее, и так далее, как можно связаться с боссом даже, может быть, в дальнейшем для того, чтобы продолжить этот контакт. А сам параллельно звонит буферу, выяснив эту информацию, и объясняет, что его контролирует, так сказать, управленческое некое звено по какому-то вопросу, который считает, ну, управленец для себя сильно важным. Соответственно, если мы говорим о профессионалах, профессионалы характеризуются тем, что при любом решении сложных задач, связанных с их задачами в рамках должности, они выстраивают путь наименее рискованный. То есть получается, если мы говорим о дилетанте, да, и ситуации, о которой мы обсуждали, как дилетант может решить этот вопрос, его решение может продлиться, ну, затянуться в среднем где-то там еще на полгода, может быть, и меньше, может быть, и больше, но срок, время, деньги, если мы говорим о бизнесе, соответственно, срок будет, параллельно задача будет затянут. По исполнителю, его решение найти еще одного буфера будет эффективно с точки зрения получения информации о том черном ящике, то есть той компании, с которой он взаимодействует, будет понятно, что делает босс, но не факт, что это последует до скорой принятия решения по вопросу покупки чего-либо, услуг, сервиса, оборудования и так далее. Если мы говорим о специалисте, его решение с точки зрения выгодности для предприятия будет более эффективно, так как он выходит у нас на... Как мы принимали решение, что, скорее всего, что он сделает? Попросит, скорее всего, другого специалиста, коллегу. Коллегу позвонить. Соответственно, тоже информация выясняется довольно-таки эффективная. Почему? Потому что если мы звоним со стороны потенциального поставщика, буфер может выдать еще много дополнительной информации, на основании которой можно сделать последующие какие-то шаги тому же нашему менеджеру по продажам. Это тоже более эффективное решение, но понятно, да, но не идеальное с точки зрения чего-то рисков. Если мы говорим о профессионале, то, исходя из практики, могу сказать, что профессионалы с такого рода задачами, ну, какими-то, да, то есть подобными, может быть, могут справиться в течение очень короткого промежутка времени. То есть, если условия все сохраняются, босс на месте, буфер на месте в данный момент времени, то вопрос, в принципе, можно решить за пару часов. С точки зрения полностью понимания, ну, ситуации, которая происходит внутри того черного ящика, о котором мы говорим, то есть это той компании, где есть свои какие-то особенности и закономерности. Спасибо большое за участие. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся на следующем занятии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.